Так, говорю, под окна не ходить, даже если вы в догонялки какие-то играете. Под окна, значит, туда не ходите, понятно? Вот что-нибудь случится, выпадет окно, а потом скажут, дети бегали там. И вы там лазите, что-то руками трогаете эти подоконники, не надо, хорошо? И к машинам не подходите, понятно? Особенно, если в руках что-то, еще царапнете, и все, потом будут к вам замечания. Давайте помолимся, начинается у нас занятие. Господи Иисусе Христе, Сын Ебожий, благослови наши занятия. Сегодня мы с вами вспомним историю, вы, конечно, все уже знаете, маленькие, может быть, только не помнят. Так, всем видно картинки? Видно. Все видно, только... Видно всем? Так, здесь никак не потеснится, чтобы Тарас... Тут вот, самое главное, вот тут будет. Тарас, здесь тебе видно, вот тут, вот в этом месте? Видно? Леонида, тебе тут видно? Тут просто стоит множество народа. Множество народа, а это кто? Иисус. Иисус. Иисус им проповедует, учит их, как попасть в Царство Небесное. В это время... А почему столько много народу всегда ходило за Иисусом? Помните? Были тысячи людей, когда шла на горную проповедь, помните, что люди собрались очень много, и кушать-то они захотели, помните? Надо было несколько тысяч людей накормить. Почему же так много было народа? Кто как считает? Поднимайте руки, кто у кого какие мысли. Агния, почему? Потому что у всех не было ничего. Ничего не было, так. Ефросиня? Я думаю, что они пришли, чтобы слушать проповеди Христа. Проповеди Христа, потому что хотели спасти свою душу. Так, Ксюша, как ты думаешь? Ну, я думаю, потому что там все знали, что Он всех исцеляет, и народ ходил, чтобы Он их научил и исцелил. Исцелил, так. Я тоже думаю, как Ксюша, потому что Он творил чудеса, и они хотели, чтобы исцелиться. Так. Левия, у тебя есть что дополнить? Или то же самое ты хотела сказать? То же самое. То же самое. Что Христос творил чудеса, люди слышали об этих чудесах, и из далеких даже поселений приходили, чтобы увидеть, послушать. Да? Все вы сказали правильно, все правильно сказали. И вот однажды Он учит их, и к нему падает перед ним на колени один дяденька, и говорит, звали его Иаир. И он говорит, Иисус, моя дочь тяжело больна, она умирает, она очень тяжело больна. Я прошу тебя, исцели ее. Видите, как он просит. А он был начальник синагоги. То есть он был непростой вот там крестьянин, да, которого никто не знает. Он был знатный. Видите, у него хорошая, какая красивая одежда, с золотой лентой. То есть он богато одет. То есть у него есть деньги, все есть. Он может дорогих врачей нанять, но, наверное, врачи не смогли ничем помочь, что он пришел к Иисусу. И он услышал, что там Христос проповедует, может быть, в соседнем селе, да, вот там, где-нибудь там, на Южном, в поселке Южном, да. И он пришел туда пешком, пал на колени. Люди на него смотрят. Другой бы, может, постеснялся бы, да, сказать, я начальник синагоги, что ж я на колени-то упаду перед человеком. Его считают-то и обманщиком считают. Кто-то считает, и кто-то считает, что вот он как сектант другую веру принес, да, учит. Кто-то злился на Христа, и книжники не любили его, хотели как бы его поймать. Помните, мы это разбирали, да? А тут пришел сам начальник синагоги, упал на колени, не постеснявшись, что люди на него смотрят. Почему же он так сделал, Ливия? Потому что он любил свою дочь и хотел, чтобы Иисус ей помог. Да, он уже понял, что врачи ему не помогают, что никто ему помочь уже не может. Дочь уже при смерти. Что же делать? И он был готов и на такое, чтобы и на колени упасть, потому что у него была вера в то, что Иисус ее исцелит. Поэтому он не постеснялся и прийти, и прийти всем народом, и даже на колени упасть. Христос что ему сказал? Встань, пойдем. Да, он согласился. Христос соглашается с ним пойти. И вот они пошли. Вот идет дорогу, показывает ему царитворец. И вот они пошли. В это время народу много, вот со всех сторон, все пошли, тут идут вокруг, все окружили, между ними Христос идет. И вдруг Христос остановился, и что он говорит? Вспомните, кто помнит это? Так, Ника у нас руку не поднимает. Леонида руку не поднимает. Леонида, что Христос сказал? Никто не выкрикивает с места? Ну ладно, говори так, кто он, Сифросиня, говори. Что он сказал? Ливия. Он сказал, кто потрогал меня? Кто прикоснулся ко мне? Да, он повернулся и говорит, кто-то коснулся меня, да? Я чувствовал, что сила вышла из меня, да? Он обратился к людям. А ученики что говорили при этом? Учитель. Так, говори, что? Учитель, сколько много народу, все прикасаются к тебе. Теснят, да, теснят люди. Но им даже это было как-то, ну, наверное, смешно или непонятно, что мы идем, тут столько народу, все друг друга касаются рукавами. Видите, какие у них одежда были, как платья, да, такие? Ну, мало ли, где-то что-то кто-то за одеждой об одежду затронулся. Кто-то, может быть, подбегали, руки трогали Христа и все. Но он остановился и сказал, нет, я почувствовал, что сила вышла из меня, да? Что не просто потрогали, что что-то другое произошло. И вот женщина, которая поняла, что ей не укрыться, что ее уже как бы, ну, разоблачили, что все, она поняла это. И она упала перед Христом. Что это была за женщина? Это была несчастная женщина. Она очень-очень долго... В 20 лет страдала кровотечения. Она страдала, много лет страдала. И что? Все свое... Богатство растратило. Все, что у нее было, богатая она была или не богатая, мы точно не знаем, но все, что у нее было, все, что, может быть, ей досталось, все, что она до этого заработала, она растратила на врачей, на лекарства, может быть, какое ей только не скажут. Она покупала, изготавливала, где-то, может быть, заказывала у каких-то купцов, приезжих. Ну, все и сдержала она на врачей, на лекарства. Но болезнь ее... Не прошла, да, Коля? Не прошла болезнь, она болела. А когда она коснулась Христа, болезнь у нее прошла? Да. Прошла. И она это тоже почувствовала, да? Она почувствовала, может, как прилив сил или что-то, она почувствовала, что болезнь у нее прекратилась. А тут... Что? Как тут скромотечение таких, когда из пальца кровь течет? Ну, разные бывают болезни. Есть такая болезнь, которая называется гемофилия. Гемофилия, может быть, она гемофилией страдала. То есть такая болезнь, когда ни одно кровотечение не останавливается. Вот зуб выдернули, кровь будет бежать, бежать, пока вот... Может, вся выбежит. Очень-очень плохо свертывается кровь. Пальчик порезали, будет и бежать. И ваточку одну приложили, вся ватка пропиталась. Вторую ваточку приложили, вся ватка кровью пропиталась. Третью, четвертую, она не останавливается. Понимаете? Это очень серьезная болезнь, когда очень-очень плохо и долго-долго кровь сворачивается. И так долго сворачивается, что люди страдают, они бескровные ходят. Любая травма, любая царапина, любой ушиб. Вот подскользнулись где-то, упали, вот на что-то скользкое наступили. Коленку повредили. Внутрь коленки начинает кровь бежать. Внутренняя травма, все. Коленка наливается кровью и никак не может остановиться. Вот такая страшная болезнь называется гемофилия. И что Христос ей ответил, когда она сказала, когда она призналась и сказала, что я коснулась тебя, Ефросинья? Я первую руку подняла. Встань, вера твоя спасла тебя. Встань, черь, да? Вера твоя спасла тебя. Помните, Христос так не один раз уже говорил, да? Вера твоя спасла тебя. То есть она не просто прикоснулась, прибегают, трогают, да? Ой, приехал. Вот если бы президент сейчас приехал, по улице бы прошел, да? Тоже бы, наверное, выбежали бы люди и такие вот. Неужели это настоящий Путин приехал? Ну-ка я потрогаю его. Или патриарх приехал. Так его охранять приходится. Люди же кидаются, да? От любопытства кидаются. Че ты там? Опусти ёлочку. Нога зачеталась? Да. Ну, потом почище. Две ноги. Даже две ноги? Да. И тут тоже люди, может быть, и подбегали, и трогать пытались. Но эта женщина, она не просто из-за любопытства потрогала. Она с большой-большой верой прикоснулась к нему. С верой в то, что именно он исцелит её. Так? Он сказал, встань, вера твоя спасла тебя. Мама. Так, всё, женщина встала. Она была уже исцелена. Про неё история закончилась. И Христос пошёл дальше с Иаиром. То есть женщина пришла с большой просьбой. Вот мы также должны к Богу обращаться. Не просто прочитали молитвы свои, да, вот утром молимся, вечером, или ещё. Отторабанили, как говорится, да? Вот надо прочитать эту, эту молитву, и всё. А нужно как? С верой, с крепкой верой, что Господь в силе это сделает. Вот если так будем молиться, Господь исполнять будет все наши молитвы, которые для нас полезны. Если мы о чём-то полезном просим, хорошем, Господь исполнит. Но надо с верой молиться. Приходящего не изгоню вон, Христос сказал. Кто к нему приходит, не изгоню вон. Женщина пришла и получила исцеление. Потому что с большой-большой верой и надеждой на то, что Господь в силе ей помочь. Он ей помог. И вот они пошли дальше. Идёт Иаир показывает дорогу. Идут ученики вслед ему. Видно, Полит? Тарас, видно? И вдруг они видят, что навстречу к ним идут кто? Идут два человека, которые идут из дома Иаира. Они знают Иаира, и Иаир знают их. Они к нему навстречу вышли. И что они ему сказали? О, Ника. Они сказали, что его дочь умерла. Да, не беспокой уже никого, да? Не надо никого. Они знали, что он пошёл за врачом. Пошёл за врачом, который в силе исцелить. Ушёл из дома. Дома смертельно больна дочь. Уже родственники собрались все, все там молились, плакали, переживали, пытались что-то помочь. Как-то компрессы какие-то, может быть, ей от температуры делали. Ну вот, пришли слуги или знакомые, которые там были, говорят, Иаир, не беспокой уже никого. Всё, твоя дочь умерла. Видите, какой он печальный. Посмотрите, какой он печальный. Его дочь больна. Какой он расстроенный. Его дочь, любимая дочь умерла. Ну, Христос сказал ему, не печалься, только веруй. Только веруй пошли. Пошли домой. Когда они к дому подошли, что они услышали? Они услышали. Леонида, что они услышали? Что уже в доме было? Так, кто знает? Отвечай. Ну, там все плакали, рызали. Они услышали рыдание, уже плакальщицы. Всё, наверное, пришли домой. Знаете, кто такие плакальщицы? Нет. Не знаете? А раньше были такие профессии, прям такая была, плакальщицы. Надо было плакать. И вот, чтобы горько было, и чтобы всё слёзно было, плакальщицы. Приглашали женщин специальных, может быть, даже детей. Я где-то слышала, мальчики были, плакальщицы, которые работали при похоронном бюро. И они должны были приходить и горько плакать, причитать, что «Ой, какое горе!» «Ой, да на кого ты нас покинул!» «Ой, да как же мы без тебя жить-то будем!» И вот так плачет. И реально у них слёзы бегут, плачет. Да, такие были, может быть, часто ездили где-то. Ну, это же не искренне. Когда чужие люди приходят и плачут, они не родственники. Они, никто, им деньги платят, они плачут. Ну, я не знаю, может быть, здесь и не было таких плакальщиц. Но родственники собрались и плакали. Уже мама, может быть, там плакалась. Может быть, двоюродные, троюродные были. Соседи, может быть, пришли, которые играли с ней. Знали эту девочку хорошую. И уже рыдание слышно было. Но Христос что сказал? Он сказал, пойдёмте, мама, папа и три ученика. Как учеников звали, которых он с собой везде брал? Лера, как учеников звали, которых он с собой брал? Он их на гору брал с собой. Я видела свою руку. Ну как? Ксюша, садь, хорошо. Пётр. Так, Енафа. Пётр, Иоанн, и Андрей. И Иаков. Пётр, Иоанн, и Иаков. Он взял трёх учеников с собой. Они зашли. И вот девочка лежит. Она мёртвая. Вот, видите? Глазки закрыты. Она уже была бледная. До этого у неё была высокая температура. Она была горячая, красная вся. Она уже бледная, мёртвая. Всё. А Христос что сказал? Она не умерла, но... Спит. И даже кто-то... Кто-то даже посмеялся над этим. Стало даже как-то смешно. Что, ну как же, она спит. Уже все видели, что у неё сердце не бьётся. Она не дышит. Глазки закрыты. Всё. Она уже мёртвая. Ну, он взял родителей. Вот, видите, мама с папой. Вот он этот, да? И Аир. В этой же одежде. А маму как? И вот маму. Ну, про маму не сказано, как её звали. И он зашёл и сказал. Девица, встань. Девица, встань. И что вы думаете? Вдруг она зашевелилась. Глазки её открылись. И она встала. И чтобы уж точно все поверили, что она жива, что она воскресла. Христос что сказал? Ксения. Он сказал, дайте ей есть. Дайте ей поесть. Правильно. Дайте ей поесть. Маленькие, вы запоминаете? Большие-то знают эту историю. Мы её проходили несколько лет назад. Да? Несколько лет. Даже поделки мы делали такие. Я принесу в следующий раз поделки на эту тему. Как девица. Ну, помните, девочка, как она сначала с закрытыми глазами, а потом с открытыми глазами. Я вот не нашла вчера. Я найду и ксерокопию сделаю. И все дома будете делать такие поделки. Как девочка в кроватке. Сначала у неё закрытый глаз, потом открытый. А у меня такая дома ещё лежит. Хранила? Да. У нас тоже где-то хранится. Ей уже лет 7, наверное, глаза. Такая кроватка бумажная. И в ней ещё девочка с одной стороны. У неё нарисованы глазки закрытые, а с другой открытые. Да, вот такие. Хотите по новой сделать? Ты можешь уже не делать. Поможешь, например, Агнюше сделать. Хорошо? Так. Потому что маленькие, они их не делали. Они ещё тогда не родились даже. Я не помню, делала я это. Вот. Ну, вот раздам. Я принесу, найду за неделю. Вам раздам. И вот девочка встала, и он ей сказал, дайте ей поесть. Ведь она болела. Может быть, она болела неделю, да? Тяжело лежала уже, еле дышала. Когда люди тяжело болеют, они же не кушают. То есть она уже давным-давно голодная. И Господь даже побеспокоился об этом, что ей нужно покушать. И чтобы все окружающие убедились, что она жива. Чтобы не кричали, ой, это привидение, да? Или ещё что-нибудь такое. Нет. Нет, что она живая. Всё. Она воскресла. А кто помнит из Евангелия ещё? Какие ещё истории с воскресением? Что Христос кого-то воскресил? С кого воскресил? Ну, одни те же так. Леонида. Лазаря. Кого? Лазаря. Лазаря воскресил. Правильно. Лера. Так, Лея, Ливия. И ещё сына вдовы. Сына вдовы, когда похоронная процессия. И встретилась, да? Помните? Город Наин, да? Был. Так. Всё? Ксюша? Ещё он воскресил без новатого? Нет. Мы говорим воскресил. Вопрос внимательно слушай. Именно кого он воскресил? Ещё на Пасхе воскрес. Сам. Но это уже выше всех остальных воскресений. Он воскрес, это воскресение, самое главное воскресение из всех воскресений. Эти люди всё равно умрут. Они воскресли, девица прожила, может быть, ещё сколько-то там, 50 лет, да? Стала бабушка старенькой, умерла. А Христос воскрес навсегда. Да. Это воскресение из всех воскресений. Ученица Акулинария Чистантиновна. Ты куда-то не туда смотришь. Тут картинки-то. Забыл? Там. Ты думала, там? Там на крестик смотрела, да? А какого вы сейчас? Ну всё, всех перечислили. Давайте стихи повторим из Библии, которую мы учили раньше. Вы, поди, их уже забыли. Нет. Давайте самого коротенького. А без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11.6. Давайте. А без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11.6. Так. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Фрося сразу туда посмотрела, потому что там у нас написан этот текст. Да? 1 Иоанна 11.7. Только там пропущено Сына Его, а в Библии написано. Там, да. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Сына Его, то есть Сына Божьего. И от крови Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Ивана, 1, 7. А вот такой стихотик, помните, вы все путались в словах? Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Кто сможет повторить? Верный в малом неверен и во многом верен, а неверный в многом... Нет, все, надо разобрать сначала, вы забыли. То есть тот человек, который верный в малом, даже малое что-то четко исполняет. Вот какие-то поручения, какие-то даже небольшие правила, которые нам Библия учит. Если человек это все четко исполняет, так, пальцы вытащи изо рта, что ты ехал на городском транспорте, руки не помыл, зачем ты рот трогаешь? Верный в малом и во многом верен. То есть если он правильно все соблюдает, его можно уже, видя его ответственность, можно уже и на многое поставить, и он будет и что-то более ответственное выполнять. Правильно? А тот, который неверен в малом, все говорит, а это неважно, да и это неважно, да и это необязательно. И во многом неверен. Да. Неверный в малом неверен и во многом. Понятно? То есть если малое не соблюдаешь, многое тем более соблюсти не сможешь. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом неверен и во многом. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Правильно. Можно я? Ну, давай. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и во многом неверен. Неверен и во многом. Там уже запели, все заканчиваем. Продолжим на следующем занятии. Молиться? Молиться сейчас будете целый час Больше молиться Пошлите туда Потихоньку заходите Потихоньку не топите